Ждем зрителей и начинаем наш эфир. Ожидаем подключение всех и начинаем наш эфир. Принятое слово молитва. Молитва об исцелении. Но что вы знаете о слове молитва? Знаете, можно было бы просто оба сейчас вас повести в молитву, но молитва в молитве Родины. Есть молитва, которая приносит результат. Есть молитва, которая не приносит результат. Есть молитва, которая приносит исцеление от престола благодати. А есть молитва, которая не приносит. Как вы думаете, почему люди веками молятся, но одни получают исцеление, даже сверхъестественное, от таких заболеваний, которые в нашей голове, это очень сложные заболевания? Вот скажите, во что легче верить? Грипп возможно исцелить, рак невозможно. Что легче, во что легче вериться? Нам годами вкладывали в сознание, что болезни лечатся, ой, делятся на исцеляемые и неисцеляемые. Болезни лечатся, ой, делятся на сложные и несложные. Да, есть болезни к смерти, болезни, которые приводят к смерти. Вот когда человек мне пишет, я спрашиваю в духе, это болезнь, к чему? Есть болезни, поэтому нам нужно знать духознание. Есть болезни к смерти. Почему? Потому что человек уже так разрушил свое тело, что там уже нечего собирать. И человек уже в своей внутренней системе, он уже решил умереть. Он уже, это так, знаете, так, ну давай попробуем, а вось поможет. И Иисус ходил по земле и говорил всем одну и ту же фразу. Когда-то в свое время я взяла Новый Завет и вот взяла четыре Евангелия и прямо выписывала слова, которые Иисус говорит. Мне было очень интересно именно вот не просто всю Библию взять, а именно вот выражение Иисуса. Вот Иисус сказал, Иисус сказал, Иисус сказал, Иисус сказал, Иисус сказал. И там все упирается в веру. По вере ваша будет вам, вера ваша спасла вас, вера, 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 вера. Все упирается в веру. Многие люди говорят, что все упирается в деньги Кто-то говорит, что все упирается Будут у меня деньги, будут у меня хорошие лекарства Будут у меня самые лучшие врачи Будут у меня самые лучшие еще что-то И большинство людей думает, что все упирается в веру Ой, все упирается в деньги Я сейчас работаю с одним мужчиной У него три месяца назад умерла жена Они лечились в самых лучших клиниках У него долга 2 миллиона гривен на сегодняшний день Доброе утро всем То есть он тоже верил, что все упирается в деньги Что все упирается в самые лучшие клиники При этом он тоже верит в Иисуса И когда я ему начала спрашивать, говорю А ты веришь в исцеляющую силу присутствия Иисуса в твоей жизни? В исцеляющую присутствии Иисуса в своей жизни? Он говорит, а что это такое? То есть из-за того, что у нас очень много догадок Очень много таких около И так, а что же такое вера? Вера в Иисуса? Или вера в то, что он способен Меня исцелить? Или вера в врачующую его силу? Это очень важный момент Прямо очень важный Потому что люди вот в этих терзаниях Когда человек в отчаянии Когда болезнь уже достигает какого-то пика Человек в отчаянии Он бежит Он бежит к тому врачу Он бежит к этому врачу Он бежит к этому врачу Но основа-то, смотрите, дух, душа, тело. Когда приходит болезнь, человек бежит телом, к телу. То есть он телом бежит к телу врача. И врач как тело пытается помочь телу. Но первично, что? Прям напишите, что первично. Как вы считаете, что первично, тело или дух? Потому что если вы ответите на этот вопрос, вы начнете многие вещи понимать. И тогда будете иметь успех. Мы сейчас вообще не о религии. Я не принадлежу ни к одной религиозной конфессии. Я просто эту тему очень хорошо сама для себя изучала. Мне было важно изучить и быть для себя специалистом. Я уже говорила во многих эфирах, что в детстве я очень много болела. И из одной больницы выходила, в другую заходила. И моя мама болела неисцеляемой болезнью. Ей когда было 6 лет, она попала с моей мамой под завалы землетрясения. И они там трое суток пролежали в этих завалах. Я пока... Люди подсоединяются. И вот такой напиток. Green Grey. Он... Мы называем ее зеленая зелень. Это утренний мой напиток. Который насыщает мое тело всеми необходимыми микроэлементами. Вот. И после того, как они трое суток пролежали в землетрясении, у нее объявилась вот эта болезнь. Арахноидид. Это воспалительное... Воспаление оболочки мозга. И это воспаление оболочки мозга практически преследовало всю ее жизнь. И чем... Какие последствия были? У нее было нарушение кальциевого обмена. У нее кальций не усваивался. То есть уже девочки в 12 лет ставили диагноз остеопороз. Кто знает, что такое остеопороз? Это стеклянные люди. То есть малейшее где-то удар, и у человека перелом. Малейший удар, и у человека перелом. Малейшее где-то не так стало, и у человека перелом. То есть это считается неисцеляемая с точки зрения врачей болезнь. Поэтому о рождении детей вообще не стоял разговор. Ей врачи поставили диагноз, что она будет бесплодной. Потому что у нее кости слабые. Не то, что там рождение. И вот при всем таком диагнозе нас у нее получился трое. Я второй ребенок. И когда у матери не хватает кальция для себя, то угадайте с трех раз, что произойдет у детей. Я родилась с нарушением кальциевого обмена. Я родилась тем ребенком, у которого не было нормального кальциевого обмена в организме. А это в первую очередь щитовидка. Это узлы щитовидки. Это зоб щитовидки. Это ногтевые пластинки слабые. О зубах я вообще молчу. У меня толком ни один зуб не был. Не было толком ни одного зуба. И, конечно же, эта тема меня очень волновала. Волновала в том, чтобы генетическую наследственность оборвать. Потому что я уже на тот момент понимала, что есть какая-то цепочка, закономерность. Что родители передают болезни генетические своим детям. Соответственно, я генетически передаю заболевания детям. Мои дети передадут генетические болезни детям. Дети передают генетические болезни детям. Генетика. Так вот, генетика к чему относится? Она к духу относится или к телу относится? Поэтому, если мы не включим такой элемент, как дух, мы ничего с генетикой сделать не можем. И сегодня ученые уже начали приходить к пониманию мирового уровня, международного уровня. Кто читал труды Джо Диспенза. Вот я в свое время очень серьезно изучала его труды. И сейчас продолжаю. Так вот, Джо Диспенза, как мировой ученый на мировом уровне, он говорит, что генетику возможно, генетический код возможно оборвать. А Иисус об этом говорил еще две тысячи лет назад. И все упирается в дух. Тогда нужно понять, что мы духовные существа. Что у нас есть физика. Теперь давайте поймем, а что такое дух? Знаете, мы часто говорим, дух. А что такое дух? Вот если присмотреться к руке, увидеть кожу, а если под микроскопом посмотреть, то мы обнаружим под кожей еще что-то. А если еще глубже взять, то еще что-то. Мы обнаружим, что мы состоим из атомов. И, наверное, вы, многие из вас, слышали такое понятие, как атомная энергия. Атом взорвался и образовал энергию. Вот мы энергоинформационные существа. Дух — это первоначально энергия чистого сознания, когда идет чистый звук. И веды, буддисты об этом же говорят, что вначале был звук аум. Поэтому вы, наверное, слышите, что они поют вибрацию вот этого аум. То есть первоначально все есть вибрация. Мы есть вибрация, которая уплотнилась в виде физического тела. Поэтому кроме того, что вы видите физическое тело, еще есть такое же энергетическое тело. И наша задача, то есть в духе мы не болеем. Дух совершенный. Дух создан по образу и подобию Бога, и он совершенный. И наша задача из духа в физику перевести нашу духовную структуру. Не генетическую, а духовную. Поэтому когда мы смотрим на болезнь, мы смотрим на физическое ее проявление и на вибрацию уже болезни. И вот эта вибрация берет власть в нас. Каждая болезнь звучит. Каждая болезнь имеет вибрацию. Каждая болезнь имеет энергетическую процессы. Так вот, что нас связывает дух и тело – это эмоции. Эмоция является эмоциональной руководящей системой. Эмоция является вот этой вибрацией, которая и приводит, и осаждает болезнь. Поэтому вы, наверное, слышали – обижаться нельзя. Обида принесет болезнь. Там чувство вины нельзя. Чувство вины принесет болезнь. Луиза Хей, первая, кто начала еще в прошлом веке говорить о психосоматике «Исцели себя сам», она говорит о четырех составляющих болезней. Страх, чувство вины, чувство критики, обида. Четыре элемента. Поэтому когда мы говорим о духовной составляющей исцеления, когда мы говорим о психосоматике, вы видите, как все это связано. Поэтому когда мы просто говорим о молитве, молитва – молитве Родины, ты можешь просто помолиться «Господи, исцели меня» и не получить результат. А наша задача, чтобы сдвинулись пласты, потому что у каждого из нас есть огромное количество твердынь. Библия говорит о твердынях или убеждениях. Например, кто-то убежден, что его болезнь никто вылечить не может. Кто-то убежден, что его Бог наказал за эти болезни. Кто-то убежден, что мы живем в мире, где исцеление невозможно. Кто-то убежден… То есть у каждого из нас есть убеждение. Вот это и есть твердыня. Кто-то убежден, что он рожден страдать. Кто-то убежден, что, не знаю, вот эта таблетка его исцелит от этого. И поэтому есть ложные верования. Мы все верующие. Нет людей, кто бы не был верующим. Вот сейчас услышите меня. Нет людей неверующих. Все 8 миллиардов людей на земле верующие. Просто один верит, что он утром проснется и выйдет с кровати, а второй верит, что он утром не проснется с кровати. Поэтому наша задача сейчас осознавать те мысли, в которые мы верим. Тот фон, на котором мы находимся. Та фоновая штука. Поэтому основа всего — это работа с мышлением. Потому что если молитва — это правильное мышление... Потому что что такое молитва? Это слова. Это слова. Это слова. Господи Иисус Христос, Своим Божием помилуй меня. Это все слова. Господи Иисус Христос, это все слова. Вы видите, слова. Слова, которые мы производим. Как правило, когда человек молится, он куда молится? Он туда молится. «Боже, приди, Боже, исцели, Боже, сохрани, Боже, благослови, Боже, Боже, Боже». И мы направляем слова куда-то вообще. Вот туда. Куда? Так кто его знает? Куда-то. Потому что нам заложили в наше сознание, что Бог где-то там. А я всегда говорю, нам до Бога 20 сантиметров. И сегодня ученые говорят, что нейроны в мозге точно такие же нейроны, как в сердце. И есть такое понятие, как когерентность. То есть когда мы входим в когерентность, когда вибрации наших мозговых и наших сердечных ритмов соединяются, и образуется вот этот поток, в котором происходит все сверхъестественное. Да, друзья, делитесь этим эфиром. И лайки обязательно. То есть когда у нас происходит когерентность? А когда у нас происходит когерентность? Видите, Библия говорит, молитесь всем сердцем. Давайте вот прямо придем здесь к пониманию. А молиться всем сердцем — это как? Доброе утро, Наталочка. А как это — молиться всем сердцем? Объясните мне. Объясните мне, как это — молиться всем сердцем. И молиться — это как? Потому что все люди молятся. Но одни получают, а вторые не получают. Почему? И мы начинаем Бога делать лицемерным. Бог этому ответил, этому не отметил. Хотя Библия четко говорит, Бог не лицемерный. Значит, есть какие-то законы, по которым эта молитва работает. Значит, есть закономерность какая-то. И нам надо осознать эту закономерность. Давайте разберем даже ту же молитву «Отче наш». Потому что очень часто люди молятся этой молитвой. Люди приходят и говорят, я молюсь, 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 а результатов нет. Я говорю, а давай поговорим. А как ты молишься? Человек говорит, ну вот «Отче наш». Я говорю, ну давай разберем ее по частям. «Отче наш». Что в этих двух словах? Не Бог наш, а «Отче наш». Отец. Отец санскрита переводится как «источник». Это как источник, из которого мы вышли. «Авэ» очень его Библия называют. «Авэ», «Авэ». Видите, мягко. «Отец». «Отец». Но из-за того, что в нашей голове ассоциация с отцом каким? Таким, какой ваш отец земной был. То есть, если ваш отец бил, то слово «Отче» у вас будет вызывать судорогу внутреннюю. Очень у многих у нас есть ассоциация с нашим земным отцом. Если отец, например, был отсутствующим, то и Бог в вашей жизни будет отсутствующим. Если отец был тираном, то и Бог в вашей голове будет тираном. Если отец ваш был насильником, то и Бог у вас насильник. То есть, наше сознание, слово «Отче» соединяет с нашим земным отцом. Если у меня отца не было земного, то и мое подсознание, сколько бы вы ни читали это, будет не осознавать присутствие его. Поэтому наша задача отсоединить внутри земного отца от небесного отца. Почему вчера я говорила, Бог — это источник блага. И тогда молитва становится другое. Источник блага. Источник. Источник, из которого я вышла. В который я вернусь, когда я покину это физическое тело. Тогда молитва становится совершенно другого уровня. Поэтому, когда я спрашиваю людей, что для тебя означает «Отец»? У человека наложение идет «Отец земной» и «Отец небесный». То есть это автоматически наше подсознание делает. Оно раз и накладывает. Напишите, пожалуйста, какой отец у вас был. Вы помните отца доброго, милующего, радующегося, дающего, дарующего? Или ваш отец сам был без денег? И он сам был попрошайкой? И вы голодали? Это очень важно для себя осознать. Как только вы это осознаете, у вас внутри придет разделение. Отец земной — это Отец земной. А Бог — это Бог, который создал. И поэтому нам надо размышлять. Почему вот вчера я говорила, выходите на природу. Размышляйте, смотрите на голубое небо и думайте «Вау!» Самый лучший, любящий, дающий, учил своим примером. Это здорово, это так хорошо. Я бы сказала, как бы тривиально вам повезло, но я понимаю, что вам не повезло. Это вы пригласили на сцену жизни вот такого отца. Мне, к сожалению, похвалиться нечем. Поэтому размышляйте о Боге, выходя на природу. Я всегда говорю, самая лучшая церковь — это природа. Вы выходите на розу, смотрите, и я не перестаю восхищаться. Я думаю, вау, это же надо так творить, чтобы такое сотворить. Когда я смотрю на небо, я думаю, это же надо так творить, чтобы такое сотворить. Когда я смотрю на птицу, вот вчера я пошла на озеро, а там огромный-огромный, ну, наверное, это гусь или утка, я не знаю, но это была просто какая-то такая птица здоровенная, ну, или утка, или гусь. И когда она летела над озером, она эти замахи делала. Там, не знаю, тело такое огромное, крылья, размах крыльев, и вот она, и я думаю, боже, это же надо такое сотворить, чтобы вот такое сотворить. То есть, когда вы будете начать, начинать замечать элементы в природе, вы начнёте понимать, каков же творец, сотворивший вот это всё. Когда вы начнёте это видеть, когда вы начнёте думать, я всё время, когда была маленькая, думаю, боже, ну как это, вот этот океан, земля же крутится, вот у меня всегда был вопрос, да, вот земля крутится вокруг орбиты, и вот земля поворачивается, вот когда она поворачивается, как вода не выходит из рек. И вот когда мне там мама спрашивает, маму, почему вода не выливается, она говорит там, сила притяжения. Я думаю, ого! Это представляете, сколько тонн воды, тонн, и её надо силой притяжения держать. То есть, когда мы начинаем об этом размышлять, мы понимаем, что есть какая-то сила, которая всё это держит, то есть вот эта земля, которая вращается вокруг какой-то определённой орбиты, чётко идёт по какой-то орбите, она не сходит с нет, да, то есть чётко мы понимаем, что есть что-то, есть какая-то высшая сила, которая это всё, всё держит. И Библия говорит, что это Отец. То есть мы созданы по образу и подобию. Тогда надо понять, по образу и подобию кто создан, наше тело или наш дух? Потому что Бог есть дух. Значит, наш дух создан по образу и подобию. Значит, в духе мы способны слышать Бога. А дух – это где? А дух – это вот как раз и есть конгрентность нашего сердца. Это как раз и есть вот этот источник пульсации блага, который звучит внутри нас. Поэтому, когда я говорю «Отче наш», я говорю «Источник блага», я вижу эту пульсацию. И в молитве очень важно замедлиться. Не просто мне надо прочитать молитву, знаете, долг отдать. А когда вы говорите «Источник блага», «Отец», пульсирующий во мне, теперь вы уже ощущаете эту пульсацию. Теперь вы замедливаетесь. И следующее в этой молитве «Отче наш» – «Сущий на небесах». «Сущий», «Существующий». Важно эту молитву не просто лишь бы отделаться и сказать, а вдать каждому слову осознание. «Сущий», «Существующий». «Я знаю, что ты существуешь». «Я вижу». Свидетельства того, что я вижу, говорят об этом. Когда я смотрю на эту пальму, я понимаю, что у меня есть свидетельства существования высшей силы. Когда я смотрю на море, у меня есть свидетельства существования этой высшей силы. Даже далеко ходить не надо. Когда я думаю, как сперматозоид соединился с яйцеклеточкой, потом эти клеточки еще соединились, потом эти клеточки еще, потом еще, потом еще. И как-то тело само знает, когда сердцу забиться, когда косточки объявиться, когда сердечек начать биться, когда писточки образоваться, когда глазенько образоваться. Когда, 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 когда я об этом думаю, я реально понимаю, что еще ни один человек не смог произвести подобное на земле. Когда я об этом думаю, у меня, знаете, сдвигаются люди, говорят, я в Бога не верю. А я такая, я не то, что не верю, я свидетельства вижу повсюду. Вопрос не в вере, вопрос свидетельства в ней. Я свидетельства вижу проявления высшей силы. Даже вот в том, что мужчина, женщина образовали самые маленькие клеточки и пошел процесс. А роды? Я троих родила, я каждый раз не приставала поржаться. Как из вот этой маленькой дырочки появляется вот такая голова. И как это вот это все вот выходит. И как этот ребенок начинает кричать. И как это поповин. Я повсюду вижу свидетельствование высшей силы. Я повсюду вижу присутствие высшего разума. Скажите, пожалуйста, вы замечаете свидетельствование? Наша задача сейчас не убедить вас верить в Бога. Моя задача сейчас вас подвести к тому, чтобы вы сами увидели свидетельствование я некой высшей силы. Понимание, что человек – это маленькая. Ну, потому что если бы человек мог бы, он бы и там реки создавал, да, и там еще что-то. Мы пока видим, что нам нужен кто-то выше нас. Для чего нам нужен кто-то выше нас? Чтобы нас кто-то научил. Меня кто-то должен научить. Как в этой реальности, я всегда говорю, такого не может быть, что высшая сила меня сюда привела, но не дала мне инструкцию. Знаете, я покупаю телефон, а там инструкция есть. На эту кнопку нажми, ну вот эти две кнопки нажми, будет вот так. А на эти три кнопки нажмешь, будет вот так. Если есть инструкция к телефону, если есть инструкция к пылесосу, если есть инструкция, не знаю, там, компьютер, значит, и ко мне должна быть инструкция. Значит, и ко мне должна быть инструкция. Какие кнопки нажать, чтобы не происходило внутри меня залипание? Что отжать, чтобы не происходили процессы вот эти? Так вот, мы продолжаем молитву, даже Отче наш, сущий на небесах. На небесах каких? На небесах моего сознания. На небесах моего сознания. То есть, почему мы руки к небу поднимаем? Потому что нам кажется, что это там, а по факту это здесь. Следующее, самое важное. Мне она так нравится, сущий на небесах, да светится имя Твое. У Бога очень много имен. Бог-целитель, Бог-существующий, Бог-победа, Бог-знамя моё, Бог-усмотрен. То есть, Библия говорит около 144 имён Бога. Так вот, когда мы говорим «да светится имя Твое», нам важно понять, какое имя сейчас в данном контексте молитвы у меня светится. Если мне нужно исцеление, то какое имя его светится? Такое имя перед моими глазами в этот момент Бог-целитель мой, Бог-ворчеватель мой, Бог-уврачующий. Потому что, когда мы заболеваем, первое, что мы делаем, мы бежим к врачам и думаем, что они уврачивают. Но весь вопрос в том, что мы говорили «дух», «душа», «тело». Первоначально все проблемы находятся не в духе. Дух совершенный. Все проблемы начинаются в душе. В душе происходит, вот в этой вторичной, втором элементе. А что такое душа? Это разум, это эмоции, это чувства. То есть болезнь, она говорит о том, что на уровне души вы допустили мне те убеждения. Так вот, светится имя, это когда я прихожу к Богу и говорю «ты мой врачеватель, ты мой целитель, покажи мне, где образовались заторы». То есть болезнь говорит о том, что энергия сквозь меня не течет. Это говорит о том, что дух, течение духа где-то усложнено, потому что все эмоции записываются на нашем теле. Это говорит о том, что я ношу какую-то патологическую эмоцию, которая привела меня к болезни. Поэтому если вы, как носитель этой патологической эмоции, пошли к врачам, врачи вам выписывают лекарства, а они вам не помогают. По одной простой причине, потому что не убрана причина. Но если вы придете к Богу и уберете духовную и душевную причину, врачи вам помогут. То есть врачи имеют дело с третьим элементом. А ваша задача – разобраться со вторым элементом, не с первым, потому что с первым там все в порядке. Вы как дух совершенный, и вы как дух замечательно устроены. Когда Бог создал человека, написано, он сказал «весьма хорошо». Так вот, он создал весьма хорошо духа. В духовном мире мы от него произошли, и поэтому мы созданы идеально. Мы созданы такими же всемогущие, всесильные, всезнающие. А если болезнь нам не залит, так как ковид, выпустили из пробирки. Вопрос в том, что я могу взять, вот смотрите, у меня сейчас есть стакан с моей зеленью. Я вам могу дать, и вы можете взять, а можете не взять. Понимаете, да? То есть то, что его выпустили из пробирки, одни взяли, а вторые не взяли. Я, например, не брала. Я сказала «я не соглашаюсь, я не принимаю». Вопрос, опять мы говорим о масках надавали. Маски – это физика. А мы говорим о духе. Мы говорим о духовной составляющей. А мы говорим о духовной составляющей. Мы все-таки говорим о первопричине, о том, что мы духовные существа, ходящие в теле. Мы не ходящие в теле, носящие дух. Мы духи, которые… Смотрите, не я, не дух во мне, а тело во мне. Не дух во мне, а тело во мне. Я дух, носящий тело. Это как черепаха, которая одевает панцир. Вот поэтому, я говорю, очень важно разобраться с этим мышлением. Очень важно разобраться с этими убеждениями. Вы говорите о каких-то общих вещах, когда постраждали больше пожилые люди. А люди не делятся на пожилых и непожилых. Есть люди разумные, есть люди глупые. Неважно, сколько им лет. И есть люди, которым 90 лет не болеют. Они просто не принимают болезни, понимаете? А есть люди глупые, которые смотрят телевизор и берут, берут, берут. А если нам будет порча? Это тот же самый момент. Смотрите, вот стакан, вот вам дали порчу. У вас есть права и способности не брать. Даже мы маленькие, когда были, откуда берется ревность? Да все очень просто. Ревность приходит от осознания собственности. Он моя собственность. Он моя собственность. Когда вы поймете, что никто в этой реальности не является собственностью, вы перестанете ревновать. Ревность приходит от неверия. Ну вообще ревность – это всегда проблема самооценки. А если это было давно про порчу? Ну в ваших силах порчу принять и в ваших силах порчу отвергнуть. Отпустить. А как это сделать, если есть последствия? Прийти ко мне на сессию. Все очень просто. Послушайте, вы же, ну если у вас болит опухоль, вы же идете к врачу. Вопрос не в почувствовании. Вопрос в принятии. Значит, вы внутри верите, внутри верите, что вы какая-то ущербная. Давайте поговорим о порче с точки зрения, вот вчера я убирала в своем саду, и на одном из яблок висела яблочко с прошлого года. Оно усохшее, усохшее, оно прям такое уже сморщенное, сморщенное, но оно висело на яблоне. Я подошла, сорвала и выбросила его, потому что уже скоро новый урожай будет. И вот как раз я тоже об этом подумала. Вот испорченное яблоко, оно вроде как на дереве висит, но оно испорчено. Так вот, что такое порча? Порча — это когда вы не были в потоке животворящего духа, когда вы не принимали поток животворящего духа, вы не осознавали поток животворящего духа. И в тот момент, когда вы не осознавали поток животворящего духа, условно говоря, вот это яблоко засохло на вас. Теперь что надо сделать? Вот как я вчера подошла к дереву, сорвала и выбросила. И когда вы в потоке животворящего духа, мы возвращаемся опять к имени, имени Бога. И одно из имен Бога — это животворящий. Это животворение, потому что порча — это смерть. Вам принесли смерть, а вы согласились, вы съели это отравленное яблоко. Это вот как Ева, которой сказали, не вкушай от древа познания добра и зла. Она вкусила. Вот вы когда-то вкусили этот плод, вы его съели, и теперь вы носитесь с ним. И поэтому вам нужен животворящий дух. Вот когда вы говорите «Отче наш, сущий на небесах, существующий». Давайте прямо осознаем вот этот момент существующий, присутствующий в моей жизни. Поэтому молитва всегда начинается с вот этим осознанием. Бог присутствует в моей жизни. Имя Иисуса, когда Мария зачала, то имя Иисуса, Иисус и означает «Бог присутствует». Когда мы говорим «Иисус», то это имя означает «присутствующий». Присутствующий. Присутствующий. Вот скажите эти слова «Бог присутствующий» в моей жизни. Не просто где-то там. Присутствующий. Прямо почувствуйте вот движение этой энергии. Присутствующий. И теперь мы говорим «животворящий». Животворящий, несущий жизнь, несущий мне целостность, несущий мне свободу. Там, где Дух Господень, там всегда свобода. Несущий мне вот мурашечки, да, потому что вы это чувствуете на себе. Вы ощущаете, как это внутри вас. Источник пульсирующий блага. Пульсирующий. Пульсирующий, который пульсирует во мне. А теперь еще и подключите воображение. Прямо увидите вот присутствующий. Ангел Господень прямо сейчас здесь. Увидьте ангела, который всю свою жизнь присутствовал в вашей жизни. Да, мы ему говорим «ангел-хранитель». Он всегда был с нами, присутствующий. Прямо увидьте, как его присутствие становится очевидным. Присутствие становится осознанным. Присутствие становится видимым. И вот здесь мы несколько раз повторяем. Твое присутствие здесь. Когда начинаете молиться, не начинайте быстро молиться, а прямо повторите несколько раз. Твое присутствие здесь. Я благодарю за твое присутствие. И вот благодарностью мы констатировал факт. Я благодарю за твое присутствие. Я благодарю, что твое присутствие здесь. Я благодарю, что ты всю мою жизнь присутствовал в моей жизни. Я так тебе благодарна. И пульсация блага пульсирует во мне. Я благодарю тебя. Мы можем поднять мысли на глаза. И ученые говорят, что источник духовного света где-то 50 метров от нас. И как будто вы сейчас подключаетесь к свету. Как будто вы сейчас прямо так говорите. Я подключаюсь к божественному свету. Я подключаюсь. Присутствие Бога здесь. Повторите это столько раз, пока вы не почувствуете вкус, сладость. Вот этого ощущения. Наталья пишет слезы. Это вот боль уходит. Потому что очень многие из нас мы носители эмоциональной боли. И потому, когда приходит вот этот свет, он вытесняет боль. И поэтому многие начинают плакать. У многих сердце как будто бы там зима была, там был холод, там было холодно. И вот как будто тепло. Вы прямо начинаете чувствовать, как тепло вот сюда приходит. И вы подключаете свету. Вы начинаете призывать этот свет. Вы прямо видите, как свет опускается в вашу голову. Свет опускается в ваши глаза. Вот свет наполняет ваши уши. И вы прямо говорите благословенно. Благословен для меня этот свет. Благословен свет, который поглощает тьму. Нам очень важно понять, Бог мне в благословении или в проклятии. Потому что очень многие люди боятся Бога, потому что они думают, если Бог придет, то что-то очень плохое произойдет. Нас приучали с самого детства к тому, что с Богом какие-то обязательно проблемы будут. И люди вроде с одной стороны молятся Бога, а с другой стороны у них такая, знаете, подспудная вера. А вдруг что-то плохое произойдет. Ириночка, спасибо большое за розочки. То есть с одной стороны мы вроде как верим, что Бог благо. А с другой стороны мы так, знаете, одним словом сказали, а другим так. Ой, не дай Бог, что более худшее не произошло бы. А теперь прямо лучшее, лучшее входит в мою жизнь. Лурфин, что я сам уже такого натворил. И мне нужен кто-то, кто мне поможет все это разрулить. Кто-то, кто мне поможет вот с тем, что там внутри меня происходит, разрулить, потому что уже дальше некуда. Мы обычно к Богу обращаемся, когда уже или вот так, нет, или уже когда вот так, или когда уже выше крыши, уже когда ты сам точно не в состоянии справиться. И дальше мы можем перечислять имена Бога. Смотрите, альфа и омега. Что такое альфа? Это самая большая единица. Это самая большая буква. А омега – это самая маленькая. Это как запятая. Мы думаем, что Бог большой. И мы забываем об омеге. Что омега – это самая маленькая. Когда ученые смотрят атом, самую маленькую, они находят нейтроны, нитриты, самые маленькие там кварки. И они поражаются. Они говорят, атом очень похож на Вселенную. То есть вот в этом маленьком тоже есть Бог. И когда мы говорим, альфа, что-то большое, что-то колоссальное, это то, что превышает наше сознание. Но ты же есть и омега, которая самая маленькая, которая пребываешь во мне и через меня. И вот у нас начинает разворачиваться теперь видение, понимание. Вот Ангел Господень. Вот Он принес мне блага. А я принимаю эти блага. Я всегда говорю, кто я такая, чтобы спорить с Богом? Конечно же, я принимаю. Я принимаю благодать, которая течет сейчас по мне. Помазание, которое течет по мне. И теперь я продолжаю дальше перечислять имена. Ты – врачеватель мой. Ты – целитель мой. Я благодарю Тебя за силу исцеления. Я благодарю Тебя за врачевание. Я благодарю, что Ты сейчас накладываешь свои бинты и уврачуешь меня. И мы тут добавляем обязательно слово «точис». Сейчас. Это происходит сейчас. Это не где-то потом произойдет. Это происходит сейчас. Ту минуту, когда вы молитесь. И теперь вы перечисляете другие имена. Бог – Ты – мое знамя. Бог – Ты – моя скала. Бог – Ты – крепость жизни моей. Я стою твердо на Твоей скале. Я благодарю Тебя, что Твоя мудрость течет через меня. Я благодарю Тебя, что мудрость доступна мне сейчас. Потому что мы зачастую молимся Богу. Например, нам нужны деньги, мы молимся о деньгах. Нам нужны исцеления, мы молимся о исцелении. А Бог – это поддание мудрости. Нам нужна мудрость. Потому что если у меня будет мудрость, я буду знать, как деньги заработать. Если у меня будет мудрость, Я буду знать, как меня исцелить. Мне мудрость нужна. Прямо скажите вместе со мной. Молись о мудрости. Молись о мудрости. Мудрость превыше всего. И мы знаем с вами такую женщину, как София, у которой было три дочери. Вера, надежда, любовь. Потому что мудрость... И если вы почитаете псалмы, притчи, там написано, что мудрость водила рукой Бога. Вначале мудрость. Если мудрость водила рукой Бога, мудрость, то моей рукой, кто водит? Моей рукой вы начинаете тоже водить мудрость. И тогда я призываю мудрость. Тогда я прошу о мудрости. Я прошу Господь, дай мне советы, дай мне мудрости. Как мне быть? Пойти к этому врачу или к этому врачу? Пить вот это лекарство или пить вот это лекарство? Или не пить вообще никакое лекарство? Или пить вот эту зеленую зелень? в которой находятся все абсолютные элементы. Понимаете, мудрость. Потому что очень часто мы по глупости поступаем. Мы глупо поступаем. И мы даже иногда знаем, что мы глупые. Почему? Потому что мы говорим, блин, опять то же самое. Я знала, что мне этого не надо делать, и опять делаю то же самое. Здравствуйте, так спокойно стало. Потому что следующее имя Бога – это шалом. Евреи говорят, шалом. Шалом – это когда все целое и невредимое. Когда это как торт целое. И тогда мы говорим, Бог, имя твое – шалом. Все целое и невредимое. Потому что болезнь – это вредимое что-то в моей жизни есть. Я благодарю, что все целое и невредимое входит в мою реальность. Я благодарю, что все злы дни из моей жизни прямо сейчас уходят из моей жизни. И мы обязательно переходим теперь на благодарность. Потому что когда вы благодарите, вы получаете. Когда вы благодарите, вы освобождаетесь. И следующее, очень важное, даже перед всем, всем, что я вам сейчас сказала, вы просите. Первое, прямо записывайте, если вы конспектируете. Первое, с чего вообще начинается все, это первая фраза, которая начинается с молитвы. Дух Святой, веди меня в молитве. Не я, а Дух Святой, веди меня в молитве. Очень важно понять, а Дух Святой – это кто? Отец, Сын и Дух Святой. И Иисус, когда уходил, Он говорит, я уйду, но Дух Святой останется с вами. Дух Святой напомнит все, о чем я говорил. Так вот, Дух Святой – параклетос, пара. То есть я в паре иду. Библия говорит о том, что есть семь святых духов. Мы просто говорим «Святой Дух», семь ангелов перед престолом. Так вот, это ангел Господень, который приходит, вернее как, он не приходит и уходит, он всегда с вами был. Если вы проанализируете свою жизнь, то вы увидите, как вторжение каких-то сил в вашей жизни было. Вы потеряли ключ, вдруг вы нашли. Вы видели, что какая-то сила вас вела. Я стала задумываться в какой-то момент, что есть какая-то сила, которая меня ведет. Я замечаю, я свидетельствую. У меня есть свидетельство присутствия некой силы. Так вот, это и есть Святой, Святой, Святой. То есть, смотрите, есть Святой Дух, а есть нечистый Дух. Святой, чистый, очищенный, очищенный от предрассудков. Потому что нечистый Дух – это тот, у кого есть предрассудки. Так вот, когда вы говорите о порче, это вот этот нечистый Дух пришел в вашу жизнь и принес. Так вот, когда приходит Святой Дух, он вытесняет. Поэтому молитва начинается всегда со слов «Дух Святой, веди меня в молитве». «Дух Святой, направляй меня, как потоки вод». «Дух Святой, давай вместе молиться». Молись через меня, потому что ты знаешь, о чем молиться. Я порой не знаю. И когда ученики пришли к Иисусу в 6 главе Матвея и спросили, как молиться, как нам должно молиться, он говорит там очень важную вещь. «Отец прежде вашего прошения знает молитву. Отец прежде вашего прошения знает, о чем молиться. Так вот, Отец, пребывающий во мне Духом Святым, знает прежде меня, о чем молиться». Я помню, у меня был момент, кто следит за мной, вы знаете, потому что я была пастором полной Ивангельской церкви 7 лет. И когда мы только начали служение, на служение нужен был магитофон хороший, качественный. А Библия говорит, «Если есть нужды, все ваши потребности будут восполнены. Просите, просите, немало не сомневайтесь. Все, о чем вы будете просить, будете иметь». Вот я решила испытать, это действительно так или нет. И вот я пошла в молитву, говорю, «Отец, ты видишь, что нам на служение нужен магитофон, пожалуйста, благослови нас магитофоном», ну и так далее, и тому подобное. Знаете, молюсь, молюсь. Знаете, мы помолились и пошли. Знаете, молитва, основная задача молитвы, это не диалог. Ой, это не монолог. Я всегда говорю, не важно, сколько слов ты скажешь Богу. Важно, сколько слов Бог тебе скажет. То есть, когда вы молитесь, вы должны получить от Бога слово. Вы не должны уйти с молитвы, не получив слово. Потому что Иисус преломил слово. И если это слово у вас преломлено и свидетельствует в вашем духе, на скрижалях вашего сердца написано это слово, то вот тогда молитва заканчивается. Молитва не заканчивается, пока там слова нет. Пока я это называю, не упала туда монеткой. И вот когда у вас есть там слово от Бога, тогда у вас все начинает получаться. Тогда вот это слово начинает вами управлять. Потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово. Поэтому наша задача сделать так, чтобы там слово было. Слово от Бога. Когда Бог вам проговорит ваше сердце, иди, не переживай, все будет хорошо исцелена. Поэтому молитва это не так диалог, ой, не как монолог, как диалог и позволение Богу сказать мне слово. Слышите? Позволение Богу сказать мне слово. Разрешить Богу вложить в меня слово. Слово какое? Слово мудрости. Слово мудрости. Потому что мне нужна мудрость перевыше всего. Мне нужно, если вы приходите за исцелением, не молитесь об исцелении, молитесь о мудрости. Вам нужны деньги, не молитесь о деньгах, молитесь о мудрости. Вам нужны проблемы решить с мужем, не молитесь о мудрости. Вам нужны проблемы, куда переехать, не молитесь о том, как переехать. Молитесь в мудрости. Потому что если у вас будет мудрость, у вас будет все. Я вам даю ключ сейчас. И потом молитва начинается с этих слов. Ду Святую, веди меня в молитве. Ты знаешь, о чем молиться. Ты пронизываешь все мои глубины. Так вот, о поводу магнитофона. Это был мой первый такой опыт, когда я начала понимать, что прежде вашего опрошения Отец знает нужды ваши. Прежде вашего опрошения Отец знает нужды ваши. Так вот, я молюсь, да, говорю, Боже, мне нужен магнитофон. Боже, мне нужен магнитофон. Завтра служение, а магнитофон нет. А магнитофон нужен. Ну и все остальное, да. А на тот момент я делала таким образом. Обрала Библию на первой странице, на которой как бы откроется, знаете так. Оттуда мне прыгнет Слово Божие. Я открываю Библию. Третья глава Малахия. Десятый стих. Вопрос не почувствовать. Вопрос принять. Принять. Принять, что ответ уже есть внутри меня. Ответ уже звучит внутри меня. Вот. И открываю Библию. Третью главу, десятый стих. Я Господь, я не изменяюсь. Я думаю, при чём тут магнитофон? Где магнитофон? Это был 2002 год. Где магнитофон? Где я Господь, я не изменяюсь? Ну, то есть, как бы вообще никакая несостыковка идёт, да? Ну, вы видите несостыковку? И вот я на тот момент думала так же, как и вы. Нет состыковки. Я опять думаю, так. Наверное, показалось. Опять закрыла Библию, опять пошла молиться. Опять думаю, что-то не то идёт. Знаете, вот иногда есть молитва лёгкая. Ты прямо молишься, и твоя душа поёт. И твоя душа танцует. И да, твоя душа ликует. И тебе вообще так кайфно. Тебе так хорошо. А есть такое... Ты из себя исходишь. Ты прямо не понимаешь вообще, что происходит. Я думаю, дай-ка я открою ещё раз Библию. И опять открываю на этом же месте. Я Господь, я не изменяюсь. Я думаю, при чём тут? Я Господь, я не изменяюсь. Ты мне магнитофон дай. Хватит мне вот это вот со мной загадками разговаривать. И в третий раз происходит. Я открываю опять... Это же местописание где-то ещё есть в каком-то... Уже в новом завете. Я Господь, я не изменяюсь. И тут до меня доходит. И тут у меня пронзает мысль. Я Господь, я не изменяюсь. Измениться придётся тебе. То есть мы пытаемся Бога изменить под свои события. Мы пытаемся Его сделать своей палочкой. И тогда моя молитва стала другого уровня. Что мне нужно в себе изменить, чтобы? Покажи мне, обличай меня. Одно из имён Бога — Обличитель. Он приходит и обличает нас в грехах. Покажи мне, в чём мне нужно покаяться. Покажи мне, в чём мне нужно измениться. Покажи мне, чтобы получить просимое. Я сейчас не помню, что мне Дух Святой сказал и в чём обличил. Но, скорее всего, в вере. Что я просто не верю, что Бог способен на обличке с голубой каёмочкой мне магнитофон в том числе принести. Я сейчас не помню, о чём был разговор, но, короче говоря, было служение, очень сильное было присутствие Бога, очень сильное было присутствие Духа Святого. Прямо реально такое было помазание сильное. И к концу служения ко мне подходит мужчина и говорит, помолитесь, пожалуйста, за меня. Я тоже сейчас не помню, о чём там было. То есть Бог вкладывает хотение действия в людей, очень важно это понять. Я молюсь за него, и он потом подходит и говорит, а у вас какие-то нужды есть? Я говорю, ну, понятия, у вас есть какие-то нужды, это же понятия разные, да? Там, не знаю, там, дай пять копеек или дай двадцать копеек. Я ему говорю, ну вот, если можете, вот магнитофон нужен. Ну вот. Причём я ему не говорила, какой. Просто говорю, нужен магнитофон для того, чтобы музыку на тот момент, не было там ноутбуков, это 2002 год, чтобы ставить музыку, и люди вот в тишине поклонялись Богу. Ну и то окей, и уехал. И пока я там продолжаю дальше служить, там, с людьми молиться, там, это самое, приезжает и приносит такую дуру огромнейшую. Ну, я имею в виду такой магнитофон, крупный, большой, огромный, я не знаю, сколько он вам стоил, но это было больше, чем даже я просила. Вот так Бог работает. Бог работает всегда, когда вы служите кому-то, когда вы своими дарами служите, люди будут служить вам. Мы хотим взять от людей что-то, не дав ничего. Но так не бывает. Давайте делать итог, что вы осознали, что вы поняли. Давайте такой, как бы, итог, потому что от того, что вы сейчас поймете, то, что вы осознаете, у вас будут очень эффективные, результативные молитвы. Что еще хочу обязательно вот вам показать. По утрам я пью вот такое CBD масло. Это конопляное масло. Оно хорошо восстанавливает функции. Ну, пару капелек. Оно как приятное, очень с ментоловым вкусом. Поэтому пишите мне, помогу вам заказать, если в Украине высылаю новые почты. Если в других странах сделаю заказ. В Европу доставки, кстати, конопляного масла нет. Не знаю, почему. Можете прогуглить и прочитать, в чем сила конопляного масла. Люди боятся его, но по факту у нас очень многие берут рассеянный привисклирос, Паркинсона и много-много для детей берут. Для того, чтобы их конкретивные функции были восстановлены. Итак, давайте подводить итог. Что вы осознали вот сейчас? Какие осознания пришли? Давайте, начало молитвы вам сказала. Дух Святой, поведи меня в молитве. Направляй меня в потоке вод. Я благодарю Тебя, что Ты меня направляешь, как в потоке вод. Я благодарю Тебя, что Ты сейчас говоришь ко мне. Я благодарю, что Твоя мудрость сейчас говорит ко мне. Я благодарю, что я наполнен мудростью. Вот мы входим в молитву, как завершается молитва, когда завершается молитва, когда конец этой молитвы, когда вы четко понимаете, просите Бога мудрости, пережиты те ваши часы, вот смотрите, молитва завершается, вы принимаете эту мудрость, то есть это вот, смотрите, вы говорите, Галина, дай мне стакан воды, я вам даю, вы взяли, теперь что ваша задача сделать? Вот, она уже вот здесь, вы завершаете молитву и говорите, спасибо Боже, она во мне звучит, благодарю Тебя, что мудрость мне открыта, я благодарю Тебя, что она во мне уже не здесь, не здесь, не здесь, не там, она во мне, то есть завершаете вы молитву констатацией факта, что это уже в вас, это первое. Второе. Времена не делятся на тяжкие, не тяжкие. И важно не пережить. Понимаете, очень многие сейчас, они говорят, надо пережить, надо продолжать жить. И мало того, что жить, мы люди для этого времени. У каждого из нас есть таланты и дары. Мы пришли в это время с вами являть Христом, являть таланты и дары. У каждого из нас куча талантов и даров. Если кто читал Библию, помните притчу о талантах. Бог одному дал один талант, второму дал два таланта, третьему дал пять талантов. Тот, кто имел пять талантов, приумножил и сделал еще пять талантов. Тот, у кого было два таланта, приумножил, сделал еще два таланта. А тот, у кого был один талант, он закопал и решил их не использовать. Спасибо большое, Ириночка. И решил их не использовать. Если вы помните, когда приходит Иисус, то он обличает этого, кто закопал эти таланты, и он говорит, ты неверный раб. Этот верный, он приумножил дары. Этот верный, а этот неверный. Это вот о талантах. У каждого из нас с вами, спасибо большое за розочки, у каждого из нас с вами огромное количество талантов. И наша задача сейчас не просто пережить, а мудрость просить, чтобы этими талантами служить этому миру. Потому что если вы не служите миру своими талантами, дарами, то вы становитесь вот этим рабом неверным, который не делает работу свою. Потому что это основа основ. Послушайте, люди очень многие молятся о деньгах. Я всегда говорю, молитесь о святом труде. Потому что вы призваны работать. Вы призваны работать на полях Божьих. Вы призваны работать, потому что Бог работодатель. И если вы не выполняете свою работу, которую Бог вас призвал, вот предназначение, назначение, каждый из нас назначен, призван, призван. Поэтому я когда-то Богу сказала такую фразу, говорю, Боже, спасибо большое, что ты меня избрал. Он улыбнулся и сказал, это не ты меня избрал. Нет, я сказала, Боже, спасибо, что я тебя избрал. Он сказал, это не ты меня избрал, это я тебя избрал. Бог мой работодатель. Я выполняю работу Божью. И когда Бог мой работодатель, он дающий мне работу, он же и обеспечивает мне эту работу. Он же и дарующий мне обеспечение. Это тоже очень важно для себя понять. Потому что сейчас времена таковы, что люди будут оставаться без работы. А почему? Потому что это то же самое, что и с телом. Люди, когда заболевают, бегут к врачам. И это неплохо, надо бежать к врачам. Но первоначально придите к самому главному врачевателю. То же самое с работой. Доброе утро. Как здорово. Вы так, кого я искала. Вы отвечаете на мои внутренние вопросы. Замечательно. Бог всегда отвечающий. Запомните эту фразу. Бог всегда отвечающий. Он берет людей и отвечает. Он всегда отвечающий. Всегда. Второй вопрос. Наша задача научиться с ним правильно разговаривать. Это разговор. Это позволение Богу говорить ко мне. Я благодарна вам всей души. Я в благословение вам. Но и вы в благословение мне. Мы перетекаем. Мы вот, знаете, идет перетекание. Идет перетекание. Потому что у вас тоже достаточно мудрости. Благодарю вас. Я просила Господа. Я вас нашла. Бог своей рукой привел вас сюда. Потому что наша задача сейчас делать... Ну, я, во всяком случае, хочу делать вселенную осознанных людей для того, чтобы люди становились все больше и больше осознанными в понимании того, что они делают. Потому что по невежеству своему. Знаете, Иисус сказал такую фразу. Не ведает, что творит. Так вот, наша задача – ведать, что мы творим. Потому что когда я не ведаю, что я творю, то я такого натворю, что потом никто, кроме Бога, не развяжет вот эти все вещи. И так, давайте подведем итоги. И так, давайте подведем итоги. Молитва – это диалог. Второе. Начните молиться. Первое, с чего вы начинаете. Дух Святой, веди меня в молитве. Дух Святой, направляй меня, как потоки вод. Второй пункт в молитве. Несколько раз скажите твое присутствие здесь. Твое присутствие здесь. Твое присутствие здесь. Молиться всегда лучше вслух. Всегда лучше вслух. Потому что когда вы говорите, ваши уши слышат. Во внутренней молитве, если вы внутри молитесь, то это будет мартышкин бег. Вы пока слово сказали, уже у вас. Бог, твое присутствие здесь. Так, надо борщ приготовить. Так, потом за борщом надо в магазин сходить. А, подожди, я же молюсь. Подожди, 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 подожди. А, Бог, твое присутствие здесь. Ага, надо пойти кофе выпить, потом Маське позвонить, потом Агаленке. Ой, слушай, я же молюсь, молюсь, молюсь. Поэтому вот говорите каждое слово осознанно. Боже, твое присутствие здесь. Твое присутствие здесь. Я так тебе благодарен за твое присутствие. Я так благодарен, что я сейчас вижу свет. Можете даже говорить через все пять чувств. Я чувствую, что твое присутствие здесь. Я ощущаю, что твое присутствие здесь. Я вижу, что твое присутствие здесь. Я понимаю, что твое присутствие здесь. Можете пройти через вот эти все чувства. Веди меня, Дух Святой. Веди меня. Веди меня в свою молитву. Веди меня в потоке. Вот, веди, ты пронизываешь все глубины, ты знаешь, потому что в основном все молитвы идут из слёз, из истерик. Люди думают, что если они начнут плакать перед Богом, Бог жалостится и принесёт. Слёзы не помогают, потому что когда вы плачете, вы на разных вибрациях. Бог вот здесь, потому что Бог есть сплошная радость, а вы вот здесь, и у вас получается несостыковка. Поэтому вот это вот чувство, вот это ощущение поднимаете. Да, мне хочется плакать. Да, мне кажется, что я сейчас в отчаянии. Мне кажется, что никто не разрешит мою ситуацию. Но я отдаю это отчаяние в твои руки. Я отдаю эту невозможность в твои руки. Я знаю, что ты любящий отец. Я знаю, что ты любишь меня. Я хочу узнать, что ты любишь меня. Если вы не чувствуете, что он любит, прямо говорите, я хочу узнать, что ты любишь меня. Я хочу понять, что ты любишь меня. Я хочу, чтобы эти слова свидетельствовали в мой дух. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. И по мере того, как вы будете практиковать, у вас это будет с каждым днем получаться все больше, больше и больше. Наша задача – практиковать. Практиковать. Давайте в конце я помолюсь. Положите руки там, где у вас болит, там, где у вас негоразды какие-то. Положите руку. Если в целом все тело болит, можете положить руку на грудь. Отец. Существующий всюду. Ты пронизываешь глубины этой женщины или этого мужчины. Ты проникаешь в его душу. Ты знаешь, о чем болит его сердце, болит его тело. Ты видишь, через какие темные времена он проходит сейчас. Но я знаю, что из тесноты он взывает к тебе. И ты выводишь на свободное место. И духом свободы ты посещаешь этого человека. И там, где свет, там отсутствует тьма. И твой свет поглощает сейчас всю тьму. И ты, врачеватель. И ты, врачеватель. Уврачуй. Принеси свободу. Врачуй сейчас раны. И я уже благодарю тебя, что ты урочевал. Там, где этот человек, ты всепроникающий. Ты приходишь своим присутствием. И уносишь из души всякую боль. Коснись сейчас. Я дую на тебя сейчас ветром перемен. Прямо увидь болезнь, как вороны улетают из твоего тела. Увидь, как вороны, которые у тебя огромное количество гнезд внутри. Прямо увидь, как ангел пришел, и ветром своих перемен эти гнезда разрушают. Болезнь. Я вырываю тебя из этого тела. Все, что не Бог насадил в моем теле. Все, что не Бог насадил. Прямо сейчас этот корень я вырываю из твоего тела. И говорю, что Бог насадил благость и милость, благословение и благодать. И благослови сейчас свое тело. Прямо скажи, я благословляю свой разум. Я благословляю свое сердце. Я благословляю свои руки. Мое тело мне в благословение. Я благодарю тебя, Боже, что мое тело мне в благословение. Я благодарю, что боль оставляет меня. Я благодарю, что болезнь оставляет меня. Я благодарю, что всякая ущербность оставляет меня. Я благодарю, что всякая немощь да, оставляет меня. Прямо говорите это вслух. Всякие неду доставляют силой Духа Святого. Всякие немощи да, оставляют мое тело. Я благодарю Тебя, что Ты вкладываешь в меня мудрость свою. Прямо сейчас увидите, как заходит ангел и приносит Вам дар мудрости. Прямо увидите сейчас своими внутренними глазами, глазами созерцания. Ангел, который приносит Вам дар. дар мудрости. Прямо увидьте этот образ. Вот если бы вы были художником, как бы выглядел этот дар? Для меня это книга. Книга, в которой написана инструкция. И прямо сейчас почувствуйте, куда вы хотите поместить эту книгу. Вот мне её хочется прямо сюда, вот в сердце поместить. Я прямо вижу, как она ярким свечением сейчас вот так вот освещает. И эти, как его, буковки, они как птички сейчас. Знаете, они там внутри меня поют. И я благодарю тебя, Отец, что эта мудрость вселилась обильно в моё сердце. Я благодарю тебя, что мудрость обильно вселяется в мой разум. Я благодарю, можете даже руку положить на свой разум и сказать, мудрость обильно вселяется в мой разум. Мудрость открыта мне. Здесь ковчег Божий, и здесь мудрость. Можете книгу вот сюда поместить, чтобы здесь мудрость пребывала. Мудрость, потому что, чтобы я поступала как мудрый человек, во всём понимая и излучая мудрость. Боже, я благодарю Тебя, что Ты врачуешь душевные раны, что Ты исцеляешь сейчас душу нашу. Я благодарю Тебя. Я благодарю и почитаю. И ещё один закон, давайте мы о нём проговорим. Закон почитания. Закон считания. Я почитаю, что мудрость в меня вселилась. Мудрость во мне живёт. Я почитаю, что мудрость меня наполнила. Я почитаю, что целостность и врачевание напитало меня. Я почитаю, что уже Бог уврачевал меня. Прямо увидите бинты Божьи, которые сейчас уврачуют вашу рану. Прямо увидите, как Божья рука сейчас водит внутри вас и бинты накладывает на вашу рану. На вашу... Вернее, как... Болезни никогда не были ваши. Они были всегда оккупантами, они были всегда чужими. Болезнь никогда не была моей. И я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю. И вот уже начните благодарить. Вот ходите и благодарите. Благодарю, Боже, что Ты врачевал. Благодарю, что мудрость во мне вселилась обильно. Благодарю, что Ты ответил. Благодарю за Твоё присутствие. Всюду, где я есть. Там везде Твоё присутствие. Потому что мы привыкли, что Божье присутствие только вот здесь, в храме. А Божье присутствие везде, везде, везде. И во всех вариантах. Спасибо большое, Ириночка. Вы прямо сегодня меня озолотили розовым маслом. Я прямо чувствую, вот эта роза. И вот здесь остановитесь, прямо почувствуйте, как это вкусно. Прямо ощутите, как это... Как же это вкусно. Вот останавливайтесь, прямо вкушайте. Какой аромат, аромат Божьего ответа. Прямо увидьте вот этот аромат. Прямо почувствуйте, что мое тело сейчас розовым маслом изнутри напитано. Мудрость говорит ко мне. Мудрость сияется во мне обильно. Что вы сейчас испытываете? Что вы ощущаете? И также, друзья, я предлагаю вам заботиться о физическом теле. У меня на сегодняшний день есть клеточное питание, которое питает клетки тела. И Бог послал мне эту инструкцию. Это вообще замечательная вещь. Поэтому если вы в Украине, я высылаю новой почтой и Укрпочтой. Если вы в других странах, то я помогу вам оформить заказ от завода производителей. Также приглашаю вас в свою команду бизнесом. Чтобы мы это поставили как бизнес. Что такое бизнес? Это машина, которая отвечает на нужды. В бизнесе нет ничего плохого. Бизнес – это машина, которая отвечает на нужды людей. Она решает нужды людей. Она помогает решать нужды людей. Как вы себя чувствуете? Теперь вспомните, как вы начали себя чувствовать, когда вы только вошли в эфир. И сейчас. Вы чувствуете разницу? Вы ощущаете разницу тем, каким вы вошли, и тем, что вы сейчас чувствуете. Вот цель молитвы в том, чтобы вы изменили свои чувствования. Чтобы вы вышли из молитвы ощущением победителя. Ощущение, что вы уже победили болезнь. Ощущение, что вы уже победили все какие-то сложности, которые сегодня есть. Потому что основная задача – это нас быть победителями. Имя второе. Вы знаете, что у меня имя? Галина Победоносная. У меня все клиенты меня подписывают как Галина Победоносная. Они знают, у меня второе есть имя. Это целая история. Как побороть сопротивление? Это вот как раз замедлиться. 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 Обмякнуть. Замедлиться. Сопротивление – это естественная часть нашей жизни. Она естественна. Когда корабль плывет по воде, он встречает сопротивление воды. Когда самолет летит в воздухе, он встречает сопротивление воздуха. И сопротивление, оно как раз и помогает этому кораблю дойти. Но чтобы пройти через сопротивление, для этого надо замедлиться. Замедлиться. Осознать, что оно есть. Понять, что оно мне в благословение. И замедлиться. Потому что очень много людей быстро бегут куда-то. Быстро решают какие-то вопросы. У них только заболело, они уже в медучреждении. Потому что страх, их гонит страх, их гонит отчаяние. И в этот момент они готовы жрать говно. Потому что страх их гонит. А наша задача, что у нас Дух Святой. Как вы думаете, в чем различие, когда меня гонит страх и когда меня ведет Дух Святой? Когда меня гонит страх, то страх произведет еще больше проблем. А когда меня ведет Дух Святой, то Дух Святой приведет еще больше мне благословения. Мои блага будут умножаться, умножаться и умножаться. Видите, как много я вам откровений говорю. Как много пониманий говорю. Чтобы вы реально это осознавали, то, что вы делаете. Чтобы вы были людьми разумными, а не людьми религиозными. Людьми, знающими Бога. Чтобы вы могли сказать, я знаю Бога, я познал Бога. А не религиозными, я верю в Бога. Окей, будем заканчивать. Все. Всем благословения и до встречи. Субтитры сделал Dух Святой.